Самое важное. Евангелие от Марка, 2 глава, с 1 по 12 стих. Через несколько дней опять пришел он в Капернаум, и слышно стало, что он в доме. Тотчас собрались многие, так что уже и у дверей не было места, и он говорил им слово. И пришли к нему с расслабленным, которого несли четверо, и не имея возможности приблизиться к нему за многолюдством, раскрыли кровлю дома, где он находился, и, прокопав ее, спустили постель, на которой лежал расслабленный. Иисус, видя веру их, говорит расслабленному, «Чадо, прощаются тебе грехи твои». Тут сидели некоторые из книжников и помышляли в сердцах своих, что он так богохульствует. Кто может прощать грехи, кроме одного Бога? Иисус, тотчас узнав духом Своим, что они так помышляют в себе, сказал им, «Для чего так помышляете в сердцах ваших? Что легче, сказать ли расслабленному, прощаются тебе грехи, или сказать, встань, возьми свою постель и ходи? Но чтобы вы знали, что Сын Человеческий имеет власть на земле прощать грехи, говорит расслабленному, «Тебе говорю, встань, возьми постель твою и иди в дом твой». Он тотчас встал и, взяв постель, вышел перед всеми, так что все изумлялись и прославляли Бога, говоря, «Никогда ничего такого мы не видали». Размышления. Часть первая. Радикальная вера. Евангелие от Марка, 2 глава, с 1 по 5 стих. Когда Иисус возвращается в Капернаум, весть об этом быстро разносится по округе. И посмотреть на Него стекается множество народу. Четверо людей приносят на постели парализованного. Они не в состоянии пробиться через толпу, чтобы достать своего друга к Иисусу. Но не сдаются и, проделав дыру в крыше дома, где находится он, спускают через Него больного. И Иисус откликается на их веру, прощая грехи парализованного. Действия этих людей кажутся слишком уж радикальными. Даже какой-то крайностью. Но они верят в то, что Иисус способен исцелить друг друга. Мы тоже, как эти четверо, можем привести наших друзей к встрече с Иисусом. Нужно проповедовать Евангелие смело и с верой, что у Иисуса Христа есть сила простить нам грехи и спасти нас. Что препятствует вам делиться Евангелием с родными и близкими? Что поможет вам обрести больше уверенности, чтобы проповедовать Евангелие? Размышления, часть вторая. Иисус прощает грехи. Евангелие от Марка, 2 глава, 6 по 12 стих. Когда Иисус говорит, что парализованного прощаются его грехи, учителя закона в своих сердцах обвиняют его в богохульстве. Потому что власть прощать грехи есть только у Бога. И Иисус, зная их мысли, исцеляет этого человека. Он говорит им, что труднее сказать, встань, возьми свою постель и ходи. Потому что если эти слова не исцелят больного, то это покажет, что в них нет исцеляющей силы. Но Иисус обладает силой не только физически исцелять, но и прощать грехи, потому что Он Сын Божий. Давайте не забывать, что посредством жертвы Христа Бог уже решил нашу самую большую проблему. Проблему нашего греха. Какие грехи Иисус простил вам? Как вы можете взращивать в сердце благодарность к Нему за свое искупление? Молитва Отец Небесный, спасибо, что Ты простил мои грехи через Своего Сына Иисуса Христа. У меня всегда есть причина славить Тебя, даже когда моя жизнь полна трудностей. Прославляю Тебя за новую жизнь, которую Ты дал мне во Христе. Во имя Его я молюсь. Аминь. Продолжение следует...